Привет, мои дорогие! Привет, дорогие любители корейской косметики, которые просто заглянули на мой канал. Надеюсь, что вы останетесь со мной. В общем, сегодня будет видео, которое, я надеюсь, вам понравится, потому как у нас на повестке дня много-много косметики Тони Молли. Она корейская, и она бюджетная, и она достаточно доступная, потому что она сейчас есть в сети Золотое Яблоко, в сети Подружка. То есть ее можно не только заказать где-то, но и достаточно по неплохой цене пойти и купить, и попробовать. Так вот, у меня с маркой Тони Молли почему-то такие отношения, что это либо очень крутой аналог люкса, и прям вам повезло, если вы это купили, или же, ну как бы, это прям совсем провал. Что, мне кажется, прям действительно может конкурировать с продуктами более такими high-end, как говорят американцы, то есть ближе к люксовым. Та-да! Серия Goddess Aura. Ну, конечно, Goddess Aura ее называют на русский манер. Аурами и аврорами обычно в корейской косметике называют разные сияющие продукты, типа Benefit, типа строп-крема. У меня от Тони Молли их аж несколько. Очень классный гелевый вот такой вот. Хайлайтер 10 мл. На самом деле, немножко маловато его, но он очень прикольный. Он похож на более сияющий строп-крем, и он очень похож на сияющие продукты, вот такие тинты, хайлайтеры от Benefit, только он приятнее по консистенции. То есть огромный лайк в плане того, что Benefit совсем тинт, и когда вы наносите его, вы иногда можете на других продуктах, да, получать такие неровности. То есть сверху тона могут быть пятна. Здесь все очень легко, комфортно. Он такой прям какой-то нежненький, охлаждающий. И вот даже я его сейчас растушевала, может где-то не очень хорошо, но его потом еще, пока он высыхает, можно совсем идеально растушевать. Хотите на всю внешнюю часть лица, хотите в тон вмешивайте, рекомендую к покупке. Также в этой серии, теперь есть еще такие три небольших тюбичка. Они у меня в чемодане. Там есть BB-крем с сиянием, там есть прям мокрый, жирненький такой продукт для корейского блеска. И вот такой же примерно продукт. Все три мне нравятся. Конечно, BB-к достаточно светлый. Не все понимают влажные вот эти сияющие продукты, но шиммер вот очень похож на этот. Также похож на Benefit и похож на Kika. Вот такой вот Stick Sweet Stick Delight. У меня в первом оттенке. Это очень красивенький полупрозрачный бальзамчик с хорошим увлажнением. Я действительно считаю, что он не хуже, чем различные такие полупрозрачные помадки. От Benefit, Dior, Guerlain и так далее, и так далее. Он чуть-чуть тинтует кожу, он не меркнет, так как некоторые просезонные у меня такие были от MAC. В общем, мой фаворит. Попробуйте на щеки его носить. Он очень классный, желейный, такой гелевый. И известный всем такой вот милый зайчик. Petit Bunny Gloss Bar. Это, ну, батончик блеска, да, такой блеск-бальзам в виде батончика. Стоит 3 копейки в интернетах. За 170 рублей вы можете его купить. И в магазинах подружка, не знаю, особенно со скидкой, типа там 250 рублей. Они полупрозрачные, милашные, похожи на ручку или маркер. Это то, что у меня было в начале видео. То есть такой вот легкий, чуть затинтованный блеск. Сейчас смешаю с предыдущим. У меня вот уже этот заканчивается. До этого тоже такой был. У них большой срок хранения. Они очень комфортные. Можно краситься без зеркала. В общем, супер. Я реально не знаю ни одного человека, который может жалеть о покупке, потому что, ну, как бы, это просто невозможно. Также из тинтов, прям совсем жидких, которые оставляют stain, то есть такое пятно, вот такой прикольный Lip Tone Gelat Tint. Чем он мне понравился? Некоторые такие тинты, в том числе и корейские, они дают неравномерное покрытие. И там, где ближе к слизистой, у вас как-то кусочками немножко темнее цвет. И дальше он более светлый, а этот дает более ровное покрытие. Мой оттенок 0,3. Такой очень крутой. Рыжий какой-то такой, красный. Он, на самом деле, розовее и милее выглядит на губах, чем в тюбике, так что не бойтесь его. Остальные вообще-таки розовые, бордовые, достаточно-таки носибельные оттенки, которых не боятся российские женщины. Мне нравится сама упаковка, что похоже на лак для ногтей. У него хорошая стойкость. Ну, только запах как-то так. Все остальное, мне кажется, в нем супер. У предыдущих двух, кстати, очень классный запах. Также, если говорить о люксовых средствах, то сейчас очень много вот таких вот в упаковках с градиентом. Кстати, хорошо смотрится с моими подушками. В разных марках, типа у YSL, у Armani и так далее, есть такие вот тинты-блески. Лаковые. Ну, здесь тоже я не могу сказать, что очень классный запах. Но, в общем-то, такое средство три в одном. Это как будто в тинт, как в предыдущей версии, добавили блеск и еще добавили лаковую помаду. Как вы видите, они мне очень нравятся. Ну, запах посредственный, а все остальное действительно очень. Вот один из самых нежных оттенков, 0,2 персиковый. Название у него Kiss Lover, то есть любитель поцелуев. Lip Lacks Glow Gloss. Но это именно не просто блеск, это именно лаковая помада. Далее, не столь мой любимый продукт. Это вот такие вот дуо тени. Вот сейчас я попыталась сделать swatch. И вот эта вот с шиммером сторона, она просто никуда не переносится. Ну, ничего не происходит. Eye Tone Duo, классная упаковка, но я вам не советую этот продукт покупки. Лучше не надо. Но в такой же упаковке у Тони Молли есть просто безумные, нереальные, кайфовые, желейные румяши. Легенькие, нежные, очень хорошая консистенция. Также, если вы любите знаменитый консилер от MAC в баночке, или даже консилер от NYX в баночке, который выглядит похожим образом, то вам может понравиться вот такая альтернатива. Cover Pot Concealer Face Mix. У меня оба оттенка. У них здесь есть ограничитель, чтобы они не сохли. Не забывайте, что вообще эта текстура сделана не для того, чтобы наносить ее под глаза, и все будет хорошо. Но вот этот вот более увлажняющий, чем MAC. Соответственно, если MAC вам подсушивает, то вам может понравиться, особенно если вы дадите несколько секунд впитаться. Они немного заматируются. Только проблема, что я использую их редко, потому что для меня здесь нет подходящего оттенка. Для меня они светловаты. Первый и второй оттенок друг от друга почти не отличаются. Это немного бредово. Но сам продукт классный. Потом также сейчас очень популярны всякие разные лухари, сыворотки, мисты с маслом. И также в серии Luminous Goddess, моей любимой. Есть еще и парфюмированная вот такая. Вот это вот объем масла в ней. И дальше у вас классический мист. Вы встряхиваете, распыляете на кожу. Сам мист очень тоненький. И видите, у вас получается стробинг эффект. Безумно круто, но я стараюсь именно на внешнюю часть, чтобы немножко в только периферии лица придать такой влажный glow. Очень классно обладательницам сухой кожи и нормальной, или даже комбинированной. Но если у вас кожа очень склонна к акне или жирной, то обязательно пропустите этот продукт, потому что там есть масла. Даже если капельку какая-то комедогенность будет пробегать, то вы можете уже заметить. Но если кожа не проблемная, то прям это ваш продукт, и вы можете сэкономить кучу денег. Потому что такие спреи, например, Tatcha Luminous Spray, он стоит типа 80 долларов или 60. Мне кажется, это безумие, и вот этот продукт намного логичнее. Если вам нравится бьюти-блендер для тела, или просто вы думаете о покупке, то у Tony Moly есть немножко поменьше, но похожая плоская такая версия. Например, если вам нравится наносить автозагар, особенно на лицо, то попробуйте вот эту замену. Она чуть-чуть пожестче, но она намного бюджетней, то есть он немножечко плотнее бьюти-блендера. По цене обычного бьюти-блендера для тела вы купите вот таких 4, может быть 6. Все это еще мне нравится, что в такой вот носибельной упаковке, то есть я их перемываю и кладу сюда же конкретно сушиться, когда они посушены, закрываю. Визажистам даже можно попробовать на это глаз положить, потому что им еще контурировать удобно из-за формы. К глазу ближе подходить. Неплохая штучка. Также те, кто давно меня смотрит, знают, что я обожаю соляное мыло. И мыло с грязью Черного моря от марки Agava или Ahava. Оно обалденное, оно слабо смыливается, экономично. От него очень хорошая кожа, и вот она прям бархатистая. Оно доснимает макияж, классно умывает с утра, все дела. Очень удобно в поездках. И у Тони Молли, тоже в серии Egg Pore, Shiny Soap Special Box. У них, насколько я помню, еще по два есть эти мыльца, и может быть даже по отдельности. В общем, это ассорти мыла для лица. Очень советую как мыло для лица и тела тоже. Я тут последнее начатое, вот видите, какое-то время попользовалась и свернула назад в эту пленочку, чтобы вам показать, и одно беленькое уже допользовала. Здесь четыре разных вида, одно там антибактериальное, какое-то увлажняющее, еще какое-то, еще какое-то подтягивающее, наверное. Короче, это самый экономичный продукт, мне кажется, в вашей жизни. Сначала смыли первый раз, сполоснули руки, просто как помыли руки, а потом уже делаете пенку с помощью сеточки или просто так. И умываете лицо, все положили на место, то есть оно для всей семьи. У вас 80 человек может, блин, умываться. И хватит этого мыла на 100-500 лет, ну, по крайней мере, на много месяцев. А вместе четыре их, но вот я не вру, если у вас очень большая семья, то вот этой упаковкой за 900 рублей, когда-то купленной, вы можете, наверное, год умываться и еще одно соседу отдать. Совершенно вне категории, у меня нет в коллекции ни одного абсолютно аналога, ни дешевого, ни дорогого, никакого. Это вот такая странная жидкость со спреем Goose Skin Spray, то есть эффект гусиной кожи. Что вообще происходит? Подумала я, когда увидела в самом начале. Но, прочитавшись в конструкции, вы понимаете, что это средство, которое убирает вот здесь, вот на локтях, там, на ногах густиную кожу. То есть такую более плотную, ороговевшую, пупырками. Это реально работает, можно носить на пяточки. Это как энзимный такой пилинг с эффектом жидкого лезвия, как говорят мастера педикюра. То есть то, что растворяет лишнюю отмерзшую кожу. Это именно для тела. Не уверена, что будет, если на лице использовать. Но для тела работает классно, потому что у многих, особенно там в юном возрасте, даже иногда в школе, бывает такое, что на плече здесь какие-то цыпки, пупырки. У меня тоже раньше было, но теперь прошло. И, в общем-то, локти, смотрите, какие, да. У меня обычно сухие локти, колени перед автозагаром, для того, чтобы лучше ложилось. Очень советую, то есть у кого-то муж сидит за компьютером все время вот так вот локтем на свитере облокачивать, у него просто локти как ноги бегемота, простите. Прикольное средство, никогда такого не видела. Чудное, но работает. И теперь мои разочарования, продукты, которые непонятны или делают ничего. На мой субъективный взгляд, понятно, что каждое мое разочарование кому-то нравится. И то, что нравится вам, может не нравиться мне. Это норма. Все-таки у всех разные запросы. Так вот, Sleeping Pack с бананом. Sleeping Pack это ночная маска, если кто не знает. И такой же, только поменьше, банановый крем для рук. У них есть один большой плюс. Прикольная упаковка. Смотрите, она как реальный банан, такая мягкая, клевая. Но они нифига не делают. Они очень классно пахнут, но ничего не происходит. Вы намазали на руки, у вас есть чуть пленочка, как от сыворотки, но никакого увлажнения. То же самое вот с этой штукой, которая ночная маска. Если вы хотите ощутить запах банановой жвачки, просто купите банановую жвачку. Вот это я не понимаю. Не совсем я понимаю Egg Pore Killer Spray. То есть, типа спрей, который защитный от города. И он же сужает поры. Я бы не сказала, что он что-то сильно делает. То есть, прикольно, конечно, его распылять на себя. Просто в течение дня и как бы на что-то надеяться. У него такой очень тоненький мист. Очень ненавязчивый запах. Но эффективности я не увидела. Меньше я люблю вот такие тинты. Это просто Kiss Lover. Да, у них очень странно то, что все называется одинаково. Он немножко подсворачивается при нанесении. И у него есть эффект вот этого вот градиента, что немножко неоднороднее и темнее центр. Но тем не менее, это неплохой тинт. Да, он сравним с тинтами очень дорогих производителей. Но просто тот тинт был лучше. Также очень жаль, но разочаровал меня UV Mixing Sun Block. Он достаточно жирный, плотный такой. Его не очень комфортно носить. Он очень сильно белит кожу. Вот это самый, наверное, жирный и самый плохо распределяющийся. Sun Block защиты 50 в моей жизни. У меня и так лицо светлее, чем тело. Мне очень сложно его носить. Не очень его люблю. Просто даже не могу себя заставить его допользовать. И последнее мое разочарование. Это, с одной стороны, очень удобные по идее вообще консилеры. Такие более плотные, более сухие, чем те, которые я показала, которые мне больше нравятся в баночке. Здесь чуть больше отличаются оттенки. Заметно желтый и более такой нейтральный. Очень удобно, что есть растушевка на обратной стороне. Но я пробовала наносить на прыщики. Я пробовала на подбровное пространство. И, в принципе, даже сейчас, вот на руке, даже этим самим спонжем, не просто его растушевает. То есть, оно какое-то залипает. Под бровью вообще дикий эффект получается. Как будто вы болели. У вас какая-то сухая кожа, как после простуды. В общем, просто, мне кажется, этот консилер не красит человека. Либо он суховатый. Но я даже не знаю, кому его посоветовать. То есть, на жирный может быть тихий страх. На сухой он точно все подчеркнет. Ну, не знаю. В общем, средство недорогое. Но я не знаю даже, кому его можно посоветовать по таким показателям. Вот, спасибо, что посмотрели. Если у вас есть любимое средство Тони Молли, то напишите в комментарии, пожалуйста, под видео. Постараюсь его приобрести, если будет много лайков там. Такие вот мои фавориты и разочарования тоже. Надеюсь, что была вам полезной. Пока-пока. Обнимаю вас.